Всем привет! Сегодняшнее видео я решила вас немного развлечь и сделать макияж Вале Карнавал. Да, я вдохновилась в последнем ее интервью. Ну а прежде чем приступить к макияжу, давайте займемся волосами. Даже самый идеальный макияж не спасет, если на голове, ну вы поняли. Я буду делать прекрасные локоны, как у нее из видео. Поэтому для начала я использую шампунь, кафе Мими, Лока Лока. Хорошенько вспениваю и мягкими движениями массирую голову. Вторым этапом я использую глубоко увлажняющую маску с керамидами в составе. У маски очень приятная текстура и также в составе есть протеины шелка. Они восстанавливают и питают структуру волоса. Я наношу как бы вбивающими движениями, после чего выдерживаю, как любую маску, 10-15 минут. А следующим этапом я наношу бальзам. Он разглаживает волосы и запечатывает все питательные вещества, защищая их как зонтик в дождливый день. И вот волосы блестят. Осталось сделать укладку. Я беру конусную плойку и начинаю завивать волосы от лица. Конусную плойку я выбрала неспроста. Мне очень хочется, чтобы волосы продержались дольше, чем мои протеиновые батончики на кухне. Мне нравится, как выглядят волосы, поэтому можем переходить к лицу. Перед тем, как приступить к макияжу, мне нужно убедиться, что кожа моя чиста, как история браузера перед важной презентацией. Использую обычный тоник и салфетки. Можно использовать очищающие пэды, если их не нужно смывать. На отполированное лицо идеально ляжет любой тональный крем. Ну и в последующем весь макияж будет смотреться лучше. Наношу увлажняющий крем и можно немножко поскролить в соцсети, отдохнуть, расслабиться, потому что крем должен впитаться, иначе он будет скатываться. Следующим этапом тональный крем. Тональный крем это лучший друг. Он выровняет тон лица, придаст лицу здоровый оттенок, не покажет, что вчера я нанесла автозагар, ну и конечно будет хранить все ваши секреты. Нужно нанести его как профессионал, быстро и точно. Только не рассказывайте своим реальным друзьям, а то они начнут ревновать. Я бы так и сделала. Что общего между моим макияжем и личной жизнью Вали Карнавал? Оба требуют умения хорошо скрывать. Сначала я использую лососевый консилер, чтобы замаскировать темные круги под глазами. Ну и чтобы вы не подумали, что я тут шутки шучу, а реально пытаюсь повторить макияж Вали, я буду использовать светлый корректор для того, чтобы сделать скул, как у нее. Получается вот такой результат. Действительно, два консилера хорошо маскируют щенки под глазами и делают ровное полотно для того, чтобы дальше нарисовать другое лицо. Так как у нас не просто макияж, а настоящая стратегия для выживания в мире гламура, я буду использовать контуринг. Да. Это как мини-пластика без скальпеля. Создаем лицо мечты Вали Карнавал с помощью контуров. В моем случае кремовый контур от Шарлотты Тилбери. Так и не сделала обзор своей косметики, которую я привезла из Лондона. К слову, я заблокировала свой телефон, и у меня в целом удалилось 5 лет моей жизни. Ну, а хорошим новостям скулы получили. Действительно, контуринг от Шарлотты какой-то супер бомбезный. Дальше я использую разбитую палетку от Dior, которую я чинила вместе с вами в Телеграме. Мне ее отдала подруга, разбитую, естественно, кто бы мне отдал Dior неразбитый. Я ее починила в своем канале в Телеграме. Ссылку оставлю под видео. Я нанесла на скулы, на внутренние уголки глаз, и теперь я сияю как дискотечный шар. Делаю это аккуратно, чтобы все выглядело естественно. Следующий этап – пудра, как вишенка на торте. Зафиксирую все рассыпчатой пудрой, чтобы макияж держался дольше, чем мое обещание не смотреть сериалы до двух ночи. Мое искреннее желание, чтобы меня перестали хейтить за бейкинг, но без него тут никак. Ну, никак. Даже блеск в чехле от Хейли Бибер, который я также купила, не помог мне приобщиться к этим девчонкам с сияющей влажной кожей. Следующим этапом я дублирую контуринг с сухими текстурами. Да, я не смогла сделать это только кремовыми, потому что когда вы наносите скульптурирующую технику, а именно хотите сильно изменить свои черты лица, то нужно использовать и сухие, и мокрые контуринги. Следующее, что я нанесу, будут румяна. Они придают свежесть лицу, вы это прекрасно знаете, ну такую, знаете, словно вы только что побегали за автобусом и успели. А конкретно у Бали он как фильтр в инстаграм. У всех девчонок бейби фейс всегда нанесены румяна на скулах. Я повторяю свой контуринг, он такой заостренным треугольником, и также наношу румяна. И немножко наносим. Глаза, зеркало души. Глаза, мне кажется, это ключевой образ этого макияжа. У нее в интервью глаза были очень добрые, милые, но при этом очень-таки стервозные. И мы будем делать драму для глаз. Нанесем тени так, как будто бы мои веки это сцена для шекспировской трагедии. Использую нейтральные бежевые тени. А дальше я взяла бежевый карандаш. В макияжном видео Даши Доши, где она делает макияж Дилари, я видела, как красиво она и сделала японский макияж. И зафиксировала, по-моему, хайлайтером от Диор. Это было безумно красиво, и я решила повторить этот лайфхак здесь. На этой сцене будет нарисована стрелка, да еще и прямая. Аккуратная прямая стрелка в два слоя. Межресничку я прокрашиваю коричневым цветом, чтобы это все выглядело более профессионально. Получается вот такой вот результат. Похож мой взгляд на взгляд Бэмби. Керлером подкручиваю ресницы. Я использую керлер почти что всегда во всех своих макияжах. И очень часто, кстати, это помогает не избежать, в принципе, нанесения накладных ресниц. Но не сегодня, девочки. И наношу тушь. Тушь называется Бэмби. Это супер старая коллекция. Мэйбелина. И после этого я ее выкинула. Потому что, честно говоря, она плохо красит уже. Для большей драмы во взгляде я буду использовать накладные ресницы. Это действительно то, что спасет наш образ. Потому что сейчас, честно говоря, я мало похожа на Валю. Но ресницы решают все. Поэтому я их, собственно, и буду клеить. Ресницы с лучиками. Когда я их наклеила, в целом мне действительно образ стал нравиться больше. Но что-то я так давно не носила такие большие стрелки, что либо я использовала неудачную подводку, либо мне перестала идти такая широкая стрелка. На уголке глаз я использую чуть-чуть пучков. Ради эксперимента за кадром я попробовала приклеить пучки на нижние веки. Не советую. Не эти пучки. Следующий шаг. Пушистые моложавые брови. У нее недостаточно широкие. И они должны выглядеть так, как будто бы я только что сделала долговременную укладку бровей. Поэтому я зачесываю волосы гелем наверх. Мои волоски не такие широкие, как у Вали. Соответственно, придется немножко подшаманить. Я использую пудровый карандаш от MAC. Мне нужно буквально заштриховать недостающие волоски. А еще сделать бровь шире, стервознее, прямее. Все эти нюансы я учитываю при том, когда рисую брови. Я использую белый карандаш, которым я рисовала многие части на своем лице. Он, знаете, даже не белый, он бежевый. Вот такой светло-бежевый. У девочки-белянки он будет практически незаметен. И вот Даша Дошик, например, использует такие карандаши, как консилер. Why not? У меня как консилер не сработает. Но как выделитель, как хайлайтер сработает еще как. Мне нравится результат, как получились брови. Действительно, естественные брови девочки Baby Face. Сейчас осталось нарисовать губы. Гиалуроновая кислота не, не слышали. Расскажу, как увеличиваю губы и что, в принципе, тут вообще происходит. Я использовала коричневый карандаш за контуром своих губ. Но не делала их шире, потому что у меня и так рот широкий. Я делала их выше. Дальше я использовала белый карандаш по контуру своих губ. Потому что в интервью у Вали почти не накрашены губы. У нее они, естественно, пухлые. Именно поэт, именно этого мы и будем добиваться. Внутри я использую розовый тинт корейский. В описании под роликом я оставлю нюансы своего макияжа. А также ссылки на свои соцсети. У кого не работает YouTube, я все понимаю. Мы живем в России. Ничего страшного, я тоже тут. Подписывайтесь на мой Павлю ВКонтакте, чтобы не пропускать мои новые видео. А образ уже готов. И я хочу вам сказать, что мне понравилось это приключение. Надеюсь, что мы сможем сделать еще более интересные образы. Оставляйте в комментариях, каких знаменитостей мне повторить. Это макияж адаптивный. Я хотела сделать его максимально носибельным, чтобы каждый мог повторить, если его действительно заинтересуют нюансы макияжа той или иной звезды или инстаграм-дивы. А с вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok